Здравствуйте! Телевизионная информационная служба приветствует вас в студии Наталья Привалова. В этом выпуске мы расскажем вам о наиболее значимых событиях в Лиманском районе Одесской области. 10 дней остаются до нового 2018 года. Повсеместно чувствуется предновогоднее настроение. На предприятиях и в учреждениях подводят итоги уходящего года и формируют планы на будущий период. Новый год – это самый сказочный праздник в году, который ждут и взрослые, и дети. Это период, в котором царят добро и семейный уют. Новогодняя елка давно стала главным атрибутом праздника. Как не навредить природе и создать сельчанам праздничное настроение? Интересное решение нашли в госадминистрации Лиманского района Одесской области. По инициативе ее председателя Василия Примака в центре Доброслава появились самые настоящие новогодние красавицы. Что интересно, это все те же ели, которые растут рядом с РГА. Люди к ним привыкли, как к обычным деревьям. И тут такое, после того, как деревья украсили новогодними игрушками, они стали самой настоящей достопримечательностью села Доброслав. Высокие, стройные, гордые и нарядные, ничуть не уступающие городским новогодним елкам. Решение Лиманской райадминистрации стоит поприветствовать. Ведь здесь не только позаботились об экологии, отказавшись вырубать живые ели ради празднования Нового года, но и сделали центральную площадь села яркой и привлекательной для гуляния сельчан. На территории Лиманского района в 2018 году планируется запуск нового мощного зернового терминала МВ Карго. Это один из самых больших инвестиционных проектов, реализуемых в Украине. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. 150 миллионов долларов составляет размер инвестиций в Лиманский район, Одесскую область и Украину в целом. Благодаря строительству на берегу Григорьевского лимана, крупного зернового терминала, американской продовольственной корпорации «Каргил» и отечественной стивидорной компании «НВ Карго». Половина вложений – это кредитные средства Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития. С начала строительства прошло полтора года, и уже отчетливо видна финишная черта завершение этого масштабного проекта. С первого числа у нас идет установка конвейерного оборудования и установка технологической части проекта. В планах строителей к концу декабря провести первые технологические пуски, пусконаладку, принять несколько вагонов и начать реализацию проекта в жизнь. Терминал способен принимать любую сыпучую продукцию растеневодства. Это может быть и зерновые, и бобовые, и шрот. То есть все, что подается подачей через конвейера, и все, что имеет возможность складироваться на складе и не привлечь к каким-то нормам и допускам. Мощность терминала – 5 миллионов тонн в год. Максимальную загрузку планируют обеспечить в основном продукцией из других регионов Украины, которая будет пребывать в железнодорожных вагонах. После 200 километров доставки сами перевозки автомобиля становятся нерентабельными. Они, сама логистическая состальная, собирают основную часть стоимости. Поэтому основная масса будет производиться поставками через ЖД-пути. Это около 80% всего оборота. То есть большие компании работают сейчас по накоплению и перевозке уже там ЖД-транспорта. Ну, если учесть, что мы расположены фактически на берегу моря, у нас самая выгодная позиция, потому что мы можем принимать уже непосредственно перед местом погрузки. И самое экономичное – это ЖД-транспорт. Получается, сегодняшний день на Украине. На завершение всех запланированных работ, согласно графику строительства, осталось 7 месяцев. За это время будет завершено возведение причала номер 25, двух ангаров-складов, 14 башен-силосов с сушкой, станций разгрузки автомобилей, станций разгрузки вагонов, лаборатории, административно-бытового корпуса, площадки для большегрузных автомобилей. Также планируется строительство новой въездной дороги в село Визирка. Дружная и продуктивная команда проекта «Зерновой терминал МВ Карго» уверена, успешная реализация проекта такого уровня наверняка станет хорошим сигналом и для других крупных инвесторов, рассматривающих возможности своей работы в Украине. Вот мы завершаем 2017 год, немножко есть уныние, потому что продолжается война, но посмотрите, несмотря на продолжение войны, американцы верят, и Европейский банк реконструкции, и Мировой банк верят в то, что Украина будет развиваться. Ведь каждое предприятие – это вера в будущее стабильная, это важнейший вопрос, а тем более американское предприятие, которое приходит сюда, это крупнейшие инвесторы. Кроме того, что это крупный проект крупнейшего зернотрейдера, который долго не входил в Украину, но это рабочие места, это сейчас рабочие места для тех людей, которые строят, и это будущие рабочие места, это благополучие вот этой будущей объединенной громады. Поэтому, знаете, приятно всегда видеть, когда что-то строится. Еще вчера ничего, а вот сегодня вы уже видите, уже появляются там силоса, склад появился, переход через дорогу к конверной галереи. Ну, это означает, что в следующем году вы уже увидите действующий рабочий объект. Строительство зернового терминала МВ Карго идет параллельно с дноуглублением Григорьевского лимана и модернизацией путей железнодорожных сообщений. После запуска объекта здесь будет трудоустроено около 500 человек. В селе Визирка планомерно ведутся работы по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству населенного пункта. Руководство местных органов власти вместе с предпринимателями и меценатами прикладывает немало усилий, чтобы Визирка развивалась как село с европейскими стандартами. Всего за два года село Визирка обогатилось двумя небольшими храмами-часовнями, которые расположены на южном и северном кладбищах, когда на улице жгучее солнце, проливной дождь, снег или сильный ветер, теперь появился кров, где можно достойно провести в последний путь близкого человека, односельчанина. В нашему приході була велика мрія. Для того, щоб достойно проводити в останню дорогу наших братів, сестер, ми давно мріяли побудувати каплички. Це ті маленькі храми, які знаходяться на тому місці, де поховані наші брати і сестри. Господь говорить, стукайте відкриття вам, моліться і дасть вам. І довго ми просмолили Бога, щоб Господь послав достойних людей, які б не заради похвали, не заради слави побудували такі каплички. Господь почув наші молитви і послав двох достойних людей, це Козьміну Олену Вадимівну, бідного Олександра Вікторовича, які, не дивлячись на такий скрутний час, економічний, змогли виділити із своїх бюджетних, сімейних бюджетів, своїх організацій, великі кошти для будівництва цих маленьких храмів. Часовню на северному кладбищі, яку построю Олександр Вікторович Бедний, ще ждет внутренне обустройство. А вот часовня, возведенная Еленой Вадимовной Казіменой, уже убрана іконами, лампадами і даже обустроена настоящей печію. Говорят, що кладбище – очень показательний объект, по виду которого можна оценить і культуру жителей, і роботу сельсовета. На кладбище номер два мы там проложили тротуарні дорожки, поставили скамеечки. Це дуже нормально, тому що, коли проходит процесія, люди ходять по грізі, це неудобно. Тепер у нас є тротуарі, скамеечки, люди можуть, хто постарше, віддохнути, посидіти, і пройти по нормальним дорожкам, тротуарам. На кладбище номер один мы там закончили строительство забора, рождення. Планируемо на следующий год тоже построить тротуарные дорожки, подходи к часовням і нормально благоустроити кладбище. С появлением часовен кладбища-визірки преобразились, і люди стали относиться к этим местам захоронения уже з більшим почтением і уваженням. Наш выпуск завершен. Телевизіонна інформаційна служба Лиманського района желає здоров'я і успіхів, мира і добра. А я прощаюсь с вами до следующих встреч на этом канале. Дякую за перегляд!